Гибель тюленей в Мангисталской области. Только за прошедшую неделю жители Актау обнаружили трех мертвых животных на берегу моря. Пока специалисты выясняли причины гибели морских млекопитающих, экологи задались вопросом, когда Каспийский тюлень по-настоящему будет под охраной. Динара Нургалеева искала ответ на непростой вопрос зоозащитников. Эти фотографии трех мертвых тюленей сделали жители Актау. По словам очевидцев, тушки животных были найдены в разных частях городской набережной практически в одно время. Находка напугала горожан и возмутила экологов, как и когда мог погибнуть серый Каспийский тюлень. Сотрудники инспекции осмотрели трупы. Стало понятно, смерть наступила шесть месяцев назад. Конечно, мы не исключаем случаи браконьерства, но нет причин для паники. В этот раз южный ветер поднял шторм. Со дна морского туши тюленя выбросило на берег. Несколько дней назад в Актау спасли белька, но выходить млекопитающего сотрудникам Центра изучения и реабилитации Каспийского тюленя не удалось. Двухмесячная самка скончалась от травмы головы. Возможно, раны у детеныша тюленя были получены от рыболовных сетей, предполагают эксперты. Три дня мы наблюдали за детенышем, но, к сожалению, шансов на его спасение не было. В этом году это третий случай, когда в тяжелом состоянии к нам попадает тюлень. 24 часа в сутки ветеринар находится в центре, потому что процесс реабилитации проходит в несколько этапов. И утилизировать туши мертвых животных для специалистов дело не новое. Гибель редких животных экологи регистрируют довольно часто. Последняя массовая находка была несколько лет назад. Тогда обнаружили около 300 тушек. Вирусологи не обнаружили вредных веществ и инфекционных заболеваний тюленей. Проверка показала, часть животных погибла в сетях. И борьба за каждого выжившего после нападения браконьеров тюленя идет постоянно. При поступлении в центр раненое животное помещают вот в такой вот пластмассовый бассейн. Воду для тюленей набирают из-под крана. Однако привычная среда обитания пациентов – это морская вода. Поэтому в местной лаборатории готовят специальный раствор, подходящий на нее по составу. Выхаживание тюленя занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Все это время животные под наблюдением специалистов. К слову, это первый на сегодняшний день единственный центр реабилитации каспийского тюленя в Казахстане. Аналогичные центры есть в Иране и России.